Приветствую вас, аноним. Смотрите. Вы хотите понять женщину, но вы ее понимаете. Вы переживаете за своего ребенка, свою дочь, да, тоже понятно. Но хотите до чего? Вы можете, в принципе, поговорить с мужем, чтобы он не, ну, чтобы он не выставлял, не позволял свои женщины заставлять фотографии, да. Вот. Вы можете с ней поговорить. Вы можете поговорить со своей дочерью и объяснить ей, что папа живет теперь другой жизнью и что, в общем-то, ничего с этим не поделать. Вы можете, в конце концов, признать, что проблема волнует вас, быть может. Вот. Саму. То есть не из-за дочери вы переживаете, как пытаетесь показать, а именно проблема есть у вас. Вот. И именно вот вы сами испытываете как-то вот непри... ну, какое-то вот непринятие, да, той ситуации, которая произошла. Вот. В общем, вариантов много. Можно понять в чем ваших конфликтах конкретно, в чем ваша конкретная проблема, потому что переживание за дочь, ну, выглядит, мягко говоря, неубедительно. Ибо, да, дочери плохо, может быть, от того, что она видит, но... Если вы, например, к этому относитесь спокойно и нормально, то и дочь, в принципе, тоже к этому будет относиться спокойно и нормально. Если вы к этому относитесь неспокойно и ненормально, то и дочь, соответственно, будет относиться к этому неуспокойно и ненормально. Ну, просто вот потому что. Поэтому, ааа, переживание именно за дочь здесь выглядит странно немножко. Так. Ааа, другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Что? Понимаете, женщина чувствует себя неуверенно. Ааа, ну. С, эээ, важен, мужик. И, собственно, это вот ее неуверенность и мотивирует ее на то, чтобы выставлять фотографии и читать, заявлять о себе. Да? Вот так она пытается о себе заявить. Таким образом она пытается о себе заявить. Вот. И, вы знаете, мне кажется, что основание для того, чтобы быть неуверенной в нее, мягко говоря, есть, потому что вы со своим мужем, несмотря на то, что живете в разных городах, не решились. Вы говорите, что вам так удобно, он не настаивает, но, тем не менее, это тормозит. 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 Это, тормозит. Это тормозит. Вот. Ааа, это тормозит. Тормозит. Ааа. Тормозит. Тормозит. Что, бы. Жить. Дальше. Чтобы, ну. Двигаться. Дальше. Чтобы, может быть. Самостоятельно. Обустраивать. Свою жизнь. Вот. Но это тормозит и может, хотя я не вижу, что вас это волнует, но это тормозит и может, это свидетельствует вероятно о том, что между вами еще не все кончено. Свидетельствует о том, вероятно, что и вы, и он может быть надеяться на, возможно, возвращение, возрождение вашей пары. Потому что никто из вас не хочет брать ответственность за то, что называется обробить концы, обробиться на все. Нет, не то, чтобы вы должны это делать. Вы, конечно, не должны. Но факт тот, что такая проблематическая есть. Глобальная проблема. То, что можно сказать относительно не только вас, но и вашего мужа, непонятно, бывший он или не бывший. Это неопределенно. Вот это то слово, которое я использовал бы при описание вашей ситуации. И что вам здесь делать? Я думал, можете решить только вы. Никто больше за вас этого не решит. Так что, смотрить нужно небо-средственно. Вон, да, и смотрить. И это то, что вы хотите. Именно. И это то нужно. И уже в зависимости от того, что вам нужно двигаться. Вот. Но, повторюсь, то самое главное, это не обманывать себя. Насчет того, что вас волнует. Вот. То есть, я обманываю тебя насчет того, что вас волнует. Вот. Будьте честны. С собой. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Не пытайтесь понять третьих лиц. Пытайтесь понять себя. Всего вам самого доброго. Удачи. 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 Удачи.